Друзья, ну а сейчас наш следующий гость, доктор экономических наук Игорь Липсис, уже на связи. Здравствуйте, здравствуйте, Питер. Добрый, добрый вечер. Игорь, знаете, мы традиционно с вами начинаем с экономических вопросов, но экономика без политики, политика без экономики – это нонсенс. И есть такая наука даже, political economy, политическая экономия, да, все это, разумеется, связано. И я хотел с вами тоже начать с темы, которые затронулся с предыдущим гостем Юрием Белятом, журналистом. Вот это основывается на материале, который вышел в «Медузе». И это интервью с очень хорошим профессионалом, политологом Николаем Петровым, представитель, научный сотрудник Чаппинхауза британского. И вот он пишет о том, что вот эта сознательная ставка Кремля на максимально высокие цифры может в какой-то мере ослабить Кремль, потому что зависимость Путина от элит возрастает, цитируют. Раньше он мог успокоить их, сказав, что да, с Западом все плохо, там нас никто не любит, не уважает, но зато народ любит вождя, и поэтому смотрит ему в рот. Вместо этого еще больше користи людей из элиты были вовлечены в вальсификации и поняли, насколько отличается от реального доложенный центр избиркома результат. Это производит впечатление слабости Путина и сильно повлияет на дальнейшую политику. Он пишет, говорит в интервью с вами Николай, и мы об этом говорим, конечно, из-за того, что вот сейчас говорят, что фальсификации были беспрецедентны из-за истории современной России, и речь идет о чуть ли не 35 миллионов, по сути, подделанных бюллетеней. Вы согласны с общим посылом Николая? Да, в общем, нет. Потому что на самом деле все вот эти рассуждения о том, как поведет себя российская элита, что она скажет, и как она будет группироваться, не группироваться вокруг вождя. Это все довольно смешные рассуждения. И на самом деле давайте вспоминать просто советскую историю. Сталин, в общем, уничтожал элиту. Элита была все время под угрозой. И тем не менее элита дожила до смерти Сталина, послушно следуя ему. И в общем, только когда он уже скончался, лежал в луже мочи, только тогда они начали думать, как им жить дальше. А так до этого они все время ходили под угрозу, у них арестовали жен. Так что там какие-то цифры избирательной явки, это на вот ту структуру, которую мы называем российской элитой, ну, практически такая номенклатура чиновничая, номенклатура бизнеса. Это не политическая сила, это не политическая структура. И вряд ли на то, как они будут себя вести, и цифры явки на выбор или голосование повлияют. Мы в это, в общем, российские реальные экономисты, в это верим мало. К сожалению, должен вас огорчать. Игорь, ну а тогда, знаете, о широкий мазком вопрос, ну, и вопрос, который мы задаем все вот эти два года войны, и все два года, что существует и в утро февраля, наш канал, а в чем, собственно, состоит, и где находится уязвимое пятно, вот это пятно на теле дракона Владимира Путина. Это, судя по всему, не политика, мы видим, да, и экономика тоже большой вопрос. Российский народ показывает, вот действительно, знаете, ну, аппетит затягивать пояс до бесконечности, особенно если ему сулят воссоздание прежнего величия. Ну, давайте опять же вернемся к Советскому Союзу, да, практически, когда мы начали понимать, что, в общем, Союз рухнул, вот эти три дня, но этому же предшествовали определенные события, они предшествовали в том, что к концу своего существования Советский Союз уже очень надоел населению. Он надоел населению, потому что была постоянная ситуация товарного дефицита, и когда это все затыкалось исключительно идеологическими призывами, что мы строим коммунизм, вот-вот мы тут его что-то построим, потом вдруг выяснилось, что мы строим не коммунизм, а развитый социализм, но все даже изображает радость, а, в общем, никакого такого роста благосостояния нету, магазины пустые, и это все ужасно утомило, и, в общем, самой элите было не очень интересно жить, и когда в элите появились какие-то группы, которые решили поменять конструкцию, то, в общем, выяснилось, что советский народ абсолютно не готов защищать свое государство, и страна рухнула, как вы помните, за трое суток. Я думаю, что картина в России будет примерно такая, когда очень сильно истощится экономика России, когда магазины даже в Москве станут пустыми, как они были в Советском Союзе, когда возникнет гигантская усталость от бесконечно идущей войны, от того, что вокруг тебя уже довольно много убитых, много инвалидов, и, в общем, конца этого не видно, совершенно непонятно, какое будущее от тебя подрастают дети, которые могут пойти завтра воевать. И, в общем, вот это сочетание такой усталости, может быть, это единственное то, что может как-то изменить ситуацию, когда самой элите станет ясно, что так можно вообще проиграть все, и нужно будет срочно каким-то образом поменять игру и правила этой игры. Вот только тогда, может быть, будет какая-то реконструкция. А как на это реагируют сейчас нынешние элиты, а это сейчас особого значения не имеет. 99, 106% голосов. Это никаким образом на нынешнюю ситуацию в России не повлияет. Распад экономики – да, а этот процесс уже идет. Ну, то есть мы говорим о перспективе, которая может затянуться на многие годы, да, то есть до 36-го года, до второго срока официального, нового обнуленного срока, Путину еще хватит. Не знаю, не знаю, Питер, вот не знаю. Я могу сказать, что это, скорее всего, не быстро, но сказать, сколь долго, я не могу. Потому что никто из нас, на самом деле, не может точно оценить прочность экономики России, в каком месте начнет рваться. Видите, прошлой зимой вдруг начало рваться в ЖКХ. Будущей зимой будет то же самое, кстати, в ЖКХ. Но, может быть, еще будут проблемы с продуктами питания, во что никто в России не верит, но учитывая, что у нас сельское хозяйство жутко зависит от импортных поставок. А тут у нас еще и проблема с топливом начинается, если вы понимаете, в результате остановок НПЗ. Какие будут сельскохозяйственные итоги года, я сказать не могу. Какие будут цены на импортные продукты питания, я тоже не могу сказать. Какие будут темпы инфляции, никто сказать не может. Понятно, что они будут высокие, потому что все, что можно и нужно в России, дорожает. Вот сегодня прошла публикация по поводу фармацевтической промышленности России. Это российские компании, но они же все делают из импортного сырья импортной субстанции. Эти субстанции за год подорожали на 26%. 26% — это значит рост цен ляжет на лекарства, лекарства лягут на бюджеты семей с детьми, на семьи стариков, и неожиданно выяснилось, что у тебя пенсии ни на что не хватает. То есть ты должен либо перестать лекарства принимать и умереть, либо ты должен принимать лекарства, но тогда не платить за жилье, и тогда тебя начнут, соответственно, выселять в какое-то другое жилье. Вот картина реальная, либо ты должен перестать есть, что тоже ведет к смерти. То есть и один, и второй, и третий путь ужасны. Но вот это все может произойти довольно быстро. Запас прочности, он не такой большой, как кажется. На Западе возникла какая-то иллюзия. Я читал статью в «Экономист», они там прямо такую статью написали. Ну, в общем, администрация президента бы не написала статью лучше «Восхваление российской экономики». Люди не понимают, что это, ну, как бы, вот такой очень болезненный организм с очень сильно изношенными костями и сильно поношенными мышцами. Но это не все видят. На самом деле, Институт изучения войны, буквально сегодня вышла вот такая аналитика из этой институции, о том, что Россия продолжает успешно свои усилия по избеганию последствий санкций, международных санкций. И вот Международный валютный фонд заявляет, что ВВП России прогнозирует рост на 2,6% в 2024-м, и что будет намного быстрее, чем экономики всех остальных стран «большой семерки» в 2023 году. Я думаю, что вы, в том числе, и про это говорите, о том, что действительно оценки сейчас российской экономики извне, связанной с оборонкой, Питер. Это рост, связанный с оборонкой. Государство отбирает деньги у населения, у гражданского бизнеса, бросает в оборонку. За счет этого идет экономический рост. Это болезненный рост. Это рост раковой опухоли. Когда она растет быстро, то вы даже можете поправиться, у вас вес может вырасти. Но это не значит, что вы здоровы, и вы хорошо прибавляете вес. У вас растет раковая опухоль. Вот военная промышленность России — это раковая опухоль, которая кормится кровью других органов тела. Посмотрите, уже вынуждено правительство начинать программу налоговых реформ. Повышать налоги на граждан, которые все время говорят, что мы не имеем отношения к войне. Теперь они будут еще в большем объеме финансировать, и повышаются налоги на бизнес. Видимо, до 25%. Это значит, что идет отъем прибыли, а без прибыли не может быть экономического роста. Единственное, что будет расти, будет расти оборонный комплекс, будет расти стройка, которая будет связана с военными территориями и строительством в Мариуполе. Это будет расти, конечно. А все остальное очень сложно. Деньги, деньги нужны. Значит, деньги добыть можно только эмиссией, выпуском денег. Можно достичь дополнительных доходов обесценением рубля. Но это, опять же, очень сильное обнищение населения. Вот все варианты действий. Надо это понимать. Игорь, если мы проводим аналогии с Советским Союзом, то Путин надеется, что коллективный, так называемый, Запад, не настолько коллективный. И вот тут сыграет как раз экономическая проблема коллективного действия, когда, с одной стороны, есть все мотивации делать все для достижения своей цели, потому что концентрированы, собственно, бенефиты от этого действия. А вот, собственно, проигрыш от проигрыша Украины для Европы, он делится на эти все страны. То есть все понемножку будут хуже от этого, но никто отдельно так сильно не пострадает, скажем так. Вот это и есть проблема коллективного действия. И Путин надеется пересидеть, переиграть, перетратить Европу. 100 миллиардов долларов было потрачено на войну, по некоторым оценкам. Вот в первый год войны, в то время как Украина получила от Запада из своих денег суммарно настребла 80 миллиардов долларов. Ну, нужно понимать, я думаю, что Путин полностью надеется на твердый тыл со стороны Китая. В этом его начинании, что Китай его не оставит, заменит ему и заменяет ему сейчас успешно Запад. Но вот в этом контексте как можно воспринимать новость о том, что, я вот сейчас процитирую, китайские банки перестали принимать платежи в юанях из Российской Федерации. И причиной новых ограничений стали опасения введения вторичных санкций и давления со стороны США. С конца декабря 2023, после введения 12-го пакета санкций в руки Российской Федерации, начались проблемы со счетами в долларах не только с Китаем, но и с Турцией. Можно ли говорить о том, что вот не все так надежно с этим тылом китайским, глядя на эту информацию? Конечно, можно и нужно. И на самом деле очень любопытно же, надо просто читать разнообразных российских чиновников, потому что каждый из них что-то да выговаривает, что-то да произносит и что-то да раскрывает. Посмотрите выступление мэра Москвы, одного из ведущих политиков России, Собянина, в прошлом году, когда он вдруг начал жаловаться на китайцев, что мы-то рассчитывали, что китайцы нам помогут всякими техническими новшествами, техническими решениями, помогут нам добиться другого технического уровня производства. Они, оказывается, нам не друзья совсем, они нам ничего серьезного, важного поставлять не хотят, а за то, что поставляют, берут тройную цену. Как же так? Мы же вроде друзья. Вот это такая романтическая идея, что Китай может быть кому-то другом, она меня несколько поражает. Китай друг только себе, так было всегда и так будет всегда. Поэтому он Россию поддерживает до тех пор, пока ему как-то это политически интересно, исключительно с точки зрения раскола фронта против него в случае атаки на Тайвань, поддержки экономики, которую переживает не очень легкие времена, сложные времена. Поэтому Китай, в общем, не сильно надежный партнер. Китай, как видите, он боится вторичных санкций, потому что у него основной товар оборота все-таки идет с американской экономикой, а Россия, при всем том, что рост довольно большой, чуть ли не там 30-40% за год, оборот вырос, все новое, это все мизер по сравнению с оборотом с Китаем, с США. Поэтому, конечно, китайская экономика ненадежный тыл. И если американцы найдут кроме вторичных санкций еще какой-нибудь леденец на Китая взамен отказу от поддержки России, то я совсем не могу быть уверен, что Китай не откажется поддерживать Россию. А значит, соответственно, прекратятся поставки снарядов из Кореи, потому что Корея, как вы понимаете, марионетка Китая, там ничего другого нет. Поэтому если какой-то американский президент не только предложит Китаю кнут, но и предложит какой-то леденец, то Китай запросто Россию сдаст. Так вот, прямо, ну, это немного, знаете, разводится с общим таким анализом эксперта среды, который считает, что Россия полностью отвечает стратегии Пекина, разделяя власть, и сейчас поделить, по сути, мир на вот две таких системы, конкурирующие, где Китай будет лидером основной этой части, ни демократических, ни либеральных стран. И Россия, разумеется, сейчас выполняет такую грязную работу Пекина, воюя, пока Китай наблюдает и учится на ошибках своего молодого, младшего партнера и готовит планы, опять-таки, на Тайвань. Ну, смотрите, ведь если посерьезно посмотреть, то Россия подложила Китаю большую свинью, потому что она начала войну на Украине, и началась разработка системы санкций против страны-агрессора. И практически на России был отработан тот механизм, который в случае необходимости будет очень легко распространён на Китай. То есть Россия выступила полигоном отработки санкционного режима. Был проверен целый набор мер, и было определено, что является действием, что не действием. И теперь Китай понимает, что если он начнёт свою игру с Тайванем, то все эти санкции очень быстро будут распространены на него. И у Китая катастрофа будет значительно больше, чем у России, потому что ему будет некуда девать такую огромную товарную массу. Не забывайте, что Китай весь построен на экспорт. Если ему отрезать от рынка Европы и от рынка США, то Китай рухнет моментально, потому что ему просто некуда будет ничего продавать. И в этом смысле Россия сыграла нехорошую роль в судьбе Китая. Мне кажется, что Китай поэтому даже немножко отыграл по Тайваню, потому что вдруг понял, что он может попасть под такой же удар, как попала Россия. Есть понятие такое «lander of last resort». Это не совсем относится, не буквально понимание, но, знаете, это как такой заёмщик, тот, кто даёт кредитор уже последней инстанции. Я не знаю, как это переводится на русский, это на английский термин. Собственно, если у России есть этот китайский тыл... Нет, Питер, он нет. Обратите внимание, Китай не дал России за два года и одного займа. Интересно, кстати, но я говорю о том, что если у России есть такой общий тыл Китай, который мог, по крайней мере, на уровне торговли, заменить Запад, поставка машин, покупка нефти и газа и так далее, то у Китая этого тыла нет. То есть Китай и есть, ему в случае применения этих санкций нету большего игрока, чем сам Китай. Я про это говорю. Никто не примет такой маску. И вот интересно, кстати, что кроме вот этих ограничений на платежи, сейчас вообще в юанях из Российской Федерации, Китай начал защищать ещё и внутренний рынок от российского угля, который хлынул туда после введения европейского эмбарго и вообще сворачивает работу с компаниями, которые попали под санкции США. Российские продажи упали в январе-феврале на 22% по сравнению с 11 миллионами тонн в 2023 году, сообщает Блумберг. И, кстати, эти ограничения коснулись только России. То есть, действительно, я какое-то время подряд уже вижу мемы о том, что Пекин, Путин и Си как-то посварились. Знаете, вот эта графика на заставках YouTube в эфирах, такие похмурые, смотрящие в разные стороны лидеры этих стран. А на самом деле всё намного ближе к истине, чем мне казалось. Это действительно похоже на то, что не всё так просто в этом союзе. Конечно. Не забывайте, что у Китая сложные отношения с Россией. У них до сих пор какие-то есть территориальные нерешённые проблемы. Китай их не педалирует, потому что Китай сейчас это не самое основное. Но, в принципе, конечно, не существует. Россия уже не раз уступала, кстати, Китай, отдавала ему территориям. Это легко проверить. Отдаются территории Китая, чтобы, в общем, поддерживать хорошее отношение. Тот же уголь идёт в Китай по очень низкой цене. Газ продаётся по супернизкой цене. Китай выжимает из России ещё более высокие скидки по ценам на газ, и поэтому не подписывает контракт на трубопровод «Сила Сибири-2». То есть это такой, знаете, друг очень корыстный и готовый предать России в любой момент. Никаких надёжных друзей в России в мире нет. Ну, вы уже упоминали вопрос лекарств, дорожающих лекарства в России сейчас прогнозируют. Эксперты могут подорожать на десятки процентов. На стоимость, в том числе, мы знаем, повлияли падение курса рубля, санкционные ограничения, разумеется. Ну и также вот есть прогноз того, что средняя стоимость субстанций продолжит расти, что приведёт к дальнейшему подорожанию конечных лекарств. Мне кажется, вот это, именно подорожание этого, этого вида продукции, будем так говорить, возможно, как раз и будет точком к тому, что вы говорили, к вообще всеобщему роптанию и недовольству, потому что бьёт, разумеется, больше всего по костяку поддержки Путина пенсионеров. Ну и плюс, конечно, ещё раз, не забывайте, коммунальные аварии. Начинается сейчас уже очень большая дискуссия по поводу того, что начинаются угрозы с лифтами российскими, под угрозой российской электроэнергетики. И вот просто сочетание, знаете, вот когда несколько событий сходятся, когда несколько чёрных лебедей собирается в стаю, то может рухнуть даже большая империя, да, как она рухнула Российской империи, как рухнул Советский Союз, который казался непобедимым, но сошлась низкая цена нефти, антиалкогольная кампания, ну, появление каких-то национально-освободительных движений при Балтике, слабости Горбачёва, слишком доброта Горбачёва, и оказалось, что вот в Великой Империи рухнула Советская просто моментально. Вот я боюсь, что для России приходят такие времена, это будет большая беда для граждан России, мне их жалко, потому что если рухнет Россия, то людям будет очень тяжело, и я боюсь, что будет полоса даже страшнее, чем после распада СССР в 90-е. Картина будет страшнее. Смешаем наши метафоры, mixed metaphors, да, это такой идеальный шторм чёрных лебедей, да, ideal storm of the ice once. Игорь, спасибо огромное за ваше включение, и, как всегда, экспертный анализ доктора экономических наук Игорь Липси. Спасибо, Игорь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok